Встреча новарингусских спортсменов с именитыми райдерами России. Путылованные экстремалы прилетели из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, чтобы показать зрелищные трюки и дать дельные советы. Но и местные ребята тоже не промах. Нервы у него прочные, как сталь. Взлетает под самый потолок, делает сальто и тенью проносится над товарищем. Эти трюки одни из любимых в арсенале Алексея Сталькова. Экстремальному спорту посвятил уже 4 года. Уверен, встреча со знаменитостями открывает новые возможности. Наши уренгойские пацаны смотрят на московских, у которых в катании уровень намного выше. И московские райдеры вдохновляют нас всех. Владислав Мельник с Биомиксом не расстается уже 20 лет. Акробатика на двух колесах дается ему легко и непринужденно. Их хобби переросло в прибыльную профессию. Заключенные контракты с именитыми брендами тому подтверждение. Он начинал в таких же условиях, как и новоренгойские спортсмены. В мое время у нас не было ни Ютуба, ни интернета. И какое-либо видео, это было событие. А чтобы кто-то приехал, и мы это воочию увидели, это был вообще как Новый год. Появляется желание научить кого-то. И это кайф, когда я приехал и стал для кого-то примером. Крытый скейтпарк – это возможность оттачивать мастерство в любое время года, что важно в условиях Крайнего Севера. Вскорый пространств для тренировок станет больше. Речь об этом шла во время встречи с губернатором Юмала Дмитрием Артюховым. Каждая группа райдеров, самокатеры, беймиксеры, скейтеры предложат какие-то свои решения. И потом эти все решения сойдутся в каком-то одном проекте. За четыре месяца скейтпарк, скатерть посетили уже больше трех с половиной тысяч человек. А это значит, что и новая экстрим-площадка будет популярной. Виктория Воронецкая, Тимур Адрашитов, Татьяна Зимьянова. Время Ямала. Новую рингой. Новую рингой. Продолжение следует...